Всем привет дорогие друзья! С вами сегодня Светлана Гаспорович и сегодня я вам покажу как сделать вот такой вот футлярчик для очков. Вы купили очки, они вам очень нравятся и чтобы их уберечь мы сделаем вот такой футлярчик. Вы можете использовать разную ткань по своему вкусу, то есть сделать этот футляр для себя, под себя. И пускай он будет у вас даже не один, потому что на самом деле сделать его очень просто и у вас таких футляров может быть хоть на каждый день. Разные расцветки, с разных тканей, вы можете его декорировать. Ваш футляр для очков будет очень привлекательным и необычным. Давайте приступим с вами и сделаем такой футлярчик. Все, кто не подписался на мой творческий канал, обязательно подпишитесь и вы будете получать мои видео и мастер-классы самыми первыми. А для этого не забудьте нажать на колокольчик. Итак, приступим. Для этого мы возьмем картон размером 16х16. Также вырежем 4 детали, чтобы у нас получились вот такие вот закругленные части. Для этого, чтобы уголки ровные получились, возьму свечу и обведу. Отлично! Вырезаем. Так, и теперь, чтобы наши боковушки были прочные, мы эти две детали соединим между собой. Возьмем клей. Пока это все сохнет, мы с вами перейдем непосредственно к самому нашему чехлу для очков. Взяли нашу заготовку. Размер 16х16. И теперь возьмем ткань, которую мы будем обклеивать наш чехол. Значит, первая ткань – это основная ткань. Я ее выкроила на полтора сантиметра, больше, чем наша деталь. Теперь мы возьмем скотч, двусторонний скотч, и обклеим. Теперь возьмем, освободим данный скотч от бумаги. И теперь приклеиваем это к нашей детали. Возьмем внутреннюю часть, вырежем. Она будет размером 15х15, то есть на полмиллиметра меньше, чем здесь. И то же самое проклеим ее скотчем. И теперь приклеиваем. Вот что у нас получается. Наши детали уже готовы. Они склеились. И мы их обклеим по такому же принципу, как делали нашу основную заготовку. То есть возьмем, вырежем две детали из одной ткани, две детали из другой. И обклеим. Берем наши вот эти детали. И начинаем их приклеивать. Вот сюда. Вот так вот это будет выглядеть. Видите, да? Но чтобы вот эта часть, она будет у нас видна. Чтобы нам ее как-то скрыть, видите, да? Некрасиво получается. Чтобы нам ее как-то скрыть, я возьму точно так же на двухсторонний скотч. Приклею тканюшку. И вот так вот ее обклею. Наш бортик. А потом уже начну приклеивать наши детали к чехлу для очков. Одну часть я уже приклеила. Конечно, думала, что это будет намного проще. Клеем у меня не получилось, потому что клей у меня купила не очень качественно, хотя так его расхваливали. Поэтому я взяла горячий клей, клеевой пистолет, и приклеила. И сейчас мы будем приклеивать с вами вторую часть. Берем нашу деталь, наносим клей. Термоклей я беру. Плотненько-плотненько зажимаем. Если будет выходить клей здесь, да, по сторонам, то ничего страшного, потом нужно убрать. Так, ну и надо, конечно, подержать, да? Чтобы нам долго с вами не сидеть, взять и закрепить малярным скотчем. И когда у нас все высохло, мы убираем этот скотч дальше, чтобы это закрывалось у нас, мы здесь делаем отверстие и проденем вот такую вот резинку. И будет вот отсюда будет выходить резиночка. Так, а здесь у нас будет пуговичка. Мы проделали две дырочки. Просунули туда нашу резинку. Она длиной примерно 7 сантиметров. И теперь нам нужно здесь сделать все. Сам этот узелочек я заклею клеем. Либо термоклеем, либо обычным клеем, чтобы он не разошелся. Все, а теперь нам осталось пришить сюда пуговицу. Футляр для очков готов. Получился очень неожиданный результат совершенно. Он очень плотный, защищает очки. Мягкая поверхность, которая не даст поцарапать очки. И хорошенечко закрывается на вот такую вот резинку и застегивается на пуговичку. Своим результатом я довольна. Надеюсь и вам тоже понравился данный мастер-класс. И вы обязательно подпишитесь на мой канал, если еще не подписались. И поставите лайк и напишите приятный отзыв о данном мастер-классе. А с вами была Светлана Гаспорович. До новых встреч, друзья! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok